В эфире Вести Ульяновск. Студия Владислав Витковский. Добрый вечер. Смотрите выпуски. Следы и последствия урагана. Стихия пронеслась по области. Репортаж Эдуарда Истомина из Барышевского района. На центральном пляже инвестпроект. На дорогах ямы. Что еще обсуждали на совещании в городской администрации, сообщит Игорь Кранцев. Обменялись на причале караваями. В Ульяновск прибыл теплоход. Хирург Разумовский. Зачем? Расскажет Дмитрий Емельянов. В Барышевском и Инзинском районах ликвидируют последствия урагана. Напомню, накануне в ряде сел от сильного ветра пострадали жилые дома и аграрные предприятия. В некоторых местах было нарушено электроснабжение. Вот уже сутки коммунальные службы работают в усиленном режиме. Подробности у Эдуарда Истомина. Село Жадовка чем-то напоминает картину с леса повала. На сельских улицах на каждом шагу повалены деревья. Урагана не ждал никто, но он примчался и наломал дров. Ветер в Жадовке был такой силы, что валил с легкостью деревню с мощной корневой системой. Этому тополю больше 100 лет, но и он спасал перед стихией. Это случилось накануне, ближе к концу рабочего дня. Пенсионерка Валентина Клюева была дома. Ждала родных. О том, что надвигается непогода, знала, но не думала, что в один миг лишится крыши. Как грохнула из зала дверь, как открылась, я думала, ее оторвет. А я дверь вот прям в окно. И меня все ее затрясло. Не знаю как. Ой. Пенсия у бабушки маленькая, но сельские власти обещали помочь с ремонтом. А это уже местная школа. Здесь санитарный вторник. Его не планировали, но убирать мусор все вышли дружно. Педагоги работают рука об руку с коммунальщиками. С восьми часов утра все учителя на рабочем месте убирают ветки. Мужчины пилят. Дали нам трактор, грузят. Возим. В общем, до сих пор рабочий день продолжается. Ураган спутал карты и аграриям. СПК «Искра» – передовое предприятие в районе. У его работников все мысли о будущем урожае. Но сегодня сельчане отложили дела. Пока они латают крыши на складах, в районе подсчитывают убытки. Были нарушены линии электропередачи, нарушены запросы. Вчера и сегодня работают бригады по устранению этих последствий. Ущерб от урагана еще придется оценить. Предварительные цифры станут известны на ближайшем заседании района КЧС. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Барышевского района. В течение двух месяцев в Ульяновске проходили мероприятия по благоустройству. Однако не все из них было доведено до конца. На это сегодня обратил внимание коммунальщиков глава городской администрации Сергей Панчин в ходе традиционного аппаратного совещания. О сроках, которые были установлены для устранения недостатков, а также о других вопросах, обсуждавшихся в городской администрации, расскажет Игорь Кранцев. Началось аппаратное с вопроса, касающегося не самого Ульяновска, а региона в целом. Сергей Панчин отметил ураган, который затронул запад региона. Хотя до нас стихия не дошла, я бы попросил все службы быть на страже, заявил Сергей Сергеевич. Нужно быть готовыми ко всем капризам природы. В том числе и к жаре. Несмотря на то, что официально купальный сезон начался 1 июня, из-за аномально теплой погоды многие горожане вышли на берега водоемов раньше. Как было сказано на аппаратном совещании, городские службы с подготовкой мест отдыха справились. Были выставлены также 40 контейнеров на пляже для сбора мусора. Приведены все малые архитектурные формы в порядок, то есть покрашены лестницы, спуски, урны, мусорные баки. Также было завезено 3045 тонн песка, произведена его планировка. Московская компания уже приступила к реализации инвестиционного проекта на центральном пляже. Здесь появились шезлонки, новые кабины для переодевания, обустроена волейбольная площадка. Совсем скоро планируется установить батуты, водный скалодром Тарзанку, вейкбординг и множество других аттракционов, предназначенных как для семей с детьми, так и для любителей экстремального отдыха. В целом же, касаясь вопросов благоустройства города, Сергей Панчин подверг критике ряд руководителей. Почти двухмесячный план работ был выполнен не в полной мере. До Дня России мы город должны привести в нормативное состояние. И смет на дорогах, и ямочный ремонт не завершили. Очень прошу форсировать и работать весь световой день. Я понимаю, что природные погодные условия нас оттянули где-то на три недели, вот в этих вот работ по ямочному карточному ремонту. Но мы должны форсировать сегодня, другого пути у нас с вами нет. Замглава администрации по городскому хозяйству Александр Черепан отметил, что по сравнению с прошлым годом объемы благоустроительных работ увеличены на 20-30, а где-то и на 50%. Только мусора на городские полигоны вывезено почти 36 тысяч кубов. Ликвидировано 67 несанкционированных свалок. Активно ведутся и озеленительные работы. Это полив тех деревьев, которые мы сами тысячами выставляем к 9 мая без подъема. Учитывая нынешнюю температуру народного воздуха, требуется очень серьезное внимание. Дороги 34 категории до настоящего времени требуют внимания ухода. Внутри дворовые территории требуют внимания ухода. Также на аппаратном совещании говорилось о подготовке к крестному ходу. 6 июня по улице Минаева пройдут с чудотворной Казанской и Жадовской иконой Божьей Матери. Ожидается, что в крестном ходе примет участие большое число жителей. Поэтому Сергей Панчин призвал решить все организационные вопросы, зависящие от городских властей. Игорь Кранцев, Александр Абрамов, Вести Ульяновска. Сегодня в 8 часов утра в Ульяновский речной порт причалил теплоход «Хирург Разумовский» на борту делегации «Самара». Это традиционный круиз, в который отправляются люди с ограниченными возможностями. В пути следования они встречаются с друзьями из павловских городов, а представители властей и соцзащиты обмениваются опытом по работе с инвалидами. Ласковый плеск прибоя, солнечное утро, задорные песни. «Самара» и «Ульяновск» обмениваются на причале караваями. После радушного приветствия тут же приступают к делу. Координатор проекта «Единая страна. Доступная среда» партии «Единая Россия» демонстрирует коллегам автомобили социального такси. Они имеются во многих городах, но в Ульяновске особые условия пользования. Во всех регионах это такси платное. Если в Москве, допустим, час такси стоит 50 рублей, если в Москве пробки стоящие, то нужно платить. А у нас все это дело бесплатно. То есть в течение месяца каждый инвалид, проживающий в городе Ульяновске, имеет право три раза воспользоваться этим такси. То есть заранее заказывают и к нему приезжают. Он может добраться куда ему, или в поликлинику, или в больницу, или на вокзал. Не важно. Они имеют право воспользоваться этим социальным такси. Планируют стороны обсудить и федеральное законодательство. Здесь есть новшества, которые люди с ограниченными возможностями ждали давно. Будем обсуждать 442 закон. Это по предоставлению услуг инвалидам. Это новое у нас. В нем также предусмотрено то, что могут заключать договора по обслуживанию инвалидов и общественной организации. Уже на борту теплохода самарцы рассказывают о своих проектах. Например, победители детского творческого фестиваля у них примируются также речными круизами. Очень широко действует программа доступности. Сейчас она добралась даже до пляжа. У нас уникальная сейчас набережная. И в этом году у нас инвалиды-колясочки сумеют не только спуститься на песок, но и войти в воду с помощью того, что сейчас мы делаем в городе. Из Ульяновска теплоход-хирург Разумовский отправился в Чебоксары. Затем вверх по Волге до Казани. Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Мы расстанемся с вами ненадолго. И вот о чем расскажем во второй части нашей программы. Предварительное голосование. Старт для политической карьеры. В Ульяновске проходит праймерис. Детские желания исполнили прокуроры. Гостей в погонах встречали воспитники Ивановского детского дома. Стейнвей попал в хорошие руки. Рояль легендарного производства презентовали в Ульяновске. Денис Мацуев первым прикоснулся к инструменту. Продолжаем выпуск. Городская дума проводит консультации граждан для помощи в оформлении земельных участков под неоформленными жилыми домами. С такой инициативой выступил заместитель главы города, председатель комитета по муниципальной собственности, землепользованию, градостроительству, инвестициям и предпринимательству Игорь Макевнин. Приемы будут вести с каждую среду и пятницу с 8 до 12 часов в управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам. Адрес улица Гончарова 38, дробь 8, кабинет номер 11. В Ульяновске дан старт работе площада для предварительного народного голосования, которая предшествует выборам депутатов Ульяновской городской думы. Процедура народного голосования проходит по самой открытой модели. Любой желающий мог стать как кандидатом, так и выборщиком. Да и в день начала процедуры голосования все было открыто. Специальные кабинки установили на улице возле избирательных участков в 29-м и 30-м округах. Это северная часть Ленинского района. Приходят люди, мы им сажаем и рассказываем, каким образом. Это идет предварительное голосование, то есть определить из достойных людей, которые, вот это есть целый список, они должны выбрать или за всех проголосовать, или же выбрать, которых они знают и с кем они имели дела в своей жизни. Эти кадры сняты возле школы номер 15, что на улице Верхнеполевой. Здесь голосование идет весьма активно. За первые два часа уже подошли около сотни человек. При этом здесь, как и на других избирательных участках, будет еще один день для волеизъявления граждан. Это очень здорово, что и проходит народное голосование, потому что, чтобы определить того человека, который будет решать проблемы, проблемы нашего города, региона, района, я как житель города Ульяновска к этому отнеслась неравнодушно. Обязательно приму в этом участие, потому что я тоже должна быть уверена, в каком городе я буду жить. Я пришла проголосовать за достойного кандидата в депутаты и за того, кому доверяем, чтобы помогали. Народное голосование проводится по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия». Заявки для участия принимали с 30 марта по 15 мая. Желающих оказалось 407 человек. Более половины участников – члены «Единой России». Из действующих 35 депутатов городского парламента в предварительном голосовании участвуют 24 человека. Сами выборы в Ульяновскую городскую думу намечены на 13 сентября. Ко дню защиты детей строительная компания «Реатекс» подвела итоги конкурса рисунков «Дом моей мечты». О том, какие фантазии воплотили ребята на бумаге. Елена Красильникова. Дворцы, воздушные замки, космические корабли, в которых можно жить. Ребята от 5 до 14 лет продемонстрировали десятки вариантов зарисовок «Дом моей мечты». Конкурс с одноименным названием провели в строительной компании «Реатекс». Детки подошли очень творчески, очень интересные работы, фантазии. То есть на стендах вы можете посмотреть рисунки и непосредственно, как дети представляют себе дом своей мечты. Так как мы строительная компания, нам, конечно, было очень интересно посмотреть именно детей, потому что мы строим для взрослых и для детей тоже. Итоги конкурса «Дом моей мечты» были объявлены в День защиты детей. Определили победителей во всех четырех возрастных номинациях. Наградили их дипломами и ценными подарками. Отметили остальных участников выставки, которые получили ценные призы и грамоты за участие. Я нарисовал в дом художницы, потому что я, опять же, люблю рисовать. Он полный красок. На небе всегда сидит радуга. Работы конкурсантов можно посмотреть на одноименной выставке Музей изобразительного искусства имени Пластова. Елена Красильникова, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Детские желания исполняют прокуроры. В Ивановский детский дом приехали гости в погонах. Прокуроры подарили ребятам настоящий праздник, а еще летнюю одежду и туристическое снаряжение. Гостей в погонах здесь ждали с самого утра. Воспитанники Ивановского детского дома друзей в прокурорской форме встречают у самых ворот. Во-первых, мы сегодня приехали вас повидать всех, увидеться, пообщаться. Поздравить вас с большим хорошим праздником, Днем защиты детей. По сложившейся доброй традиции вручить вам подарки на память о нашей встрече. Десятки коробок, сладостей, художественная и познавательная литература сюрпризов здесь нет. Сотрудники областной прокуратуры вот уже несколько лет исполняют желания своих маленьких подшифных. В преддверии лета для детского счастья, как оказалось, нужно немного. Тебе специальное платье для концертов. Пусть оно будет тебя радовать, а это на каждый день. А здесь немножко сладостей. А для сильных и мужественных спортивная форма и обувь. Местная футбольная команда на очередную тренировку выйдет уже в новых бутсах. Правда, свои Владимир примерит чуть позже. Сначала творческое выступление. Для гостей ребята приготовили небольшую концертную программу. В свои комнаты одни понесли летние обновки, другие – рыболовные снасти. Я езжу с друзьями на дальний пруд. Самого большого такого сазана поймали. На три килограмма. Если удочка не выдержит какую-то рыбу, то спиннинг, он уже по-любому ее выдержит. Он, чтобы даже блесеньку кидать можно с ним. И он фирменный, как бы складывается. И он везде поместится, всегда можно взять с собой. Новый спиннинг Вадим Митрофанов испытает уже вечером. Эти каникулы, как и его друзья, он проведет активно. Кристина Агафонова, Александр Абрамов. Вести Ульяновск. Из Ульяновского района. Губернатор Сергей Морозов выполнил обещание, которое дал ульяновцам и известному музыканту Денису Мацуеву. Елена Тимойна, подробнее. Бархатная волшебная музыка звучала в Ленинском мемориале. Приятные звуки издавал рояль премиум класса «Стенбой энд Санс». В 2014 году, выступая на музыкальном фестивале «Мир эпох и имена», Денис Мацуев заметил, что Ульяновск с его музыкальными традициями достоин хорошего инструмента. Губернатор Сергей Морозов дал обещание и сдержал свое слово. Есть Rolls-Royce, да, машина. А есть Toyota, Nissan, Mitsubishi, Renault. Они, конечно, тоже замечательные. Они продвигаются, они делают большие успехи. Но «Стенбой» – это действительно марка, которая король всех инструментов. Это не значит, что других нет у хороших. Конечно, есть. «Стенбой энд Санс» – один из крупнейших брендов в мире по изготовлению музыкальных инструментов. Большая часть студийной звукозаписи и большинство крупнейших фортепианных концертов осуществляются на рояле этой марки. На рояле «Стенбой» сочиняли свои произведения 100 бессмертных композиторов. Есть знаменитый список, который находится на сайте города Гаврога. Сразу же после пресс-конференции состоялся первый сольный концерт Дениса Мацуева в Ульяновске. На новеньком инструменте он исполнил произведение Шумана, Чайковского, Рахманинова. Я думаю, что мы все получили удовольствие, прежде всего, от его великолепного мастерства, таланта. Средства на приобретение роялей выделили Министерство культуры России и правительство Ульяновской области. Это целевые средства, которые были выделены в рамках Года культуры в Российской Федерации. Мы их получили буквально в декабре 2014 года. И именно тогда был заключен контракт на приобретение рояля. Совершенный звук инструмента радует слух зрителей с престижных сцен мира. Теперь «Стенбой» есть и в нашем городе. Инструмент открывает для Ульяновска новые возможности – концерты музыкантов мирового уровня. Елена Тимонина, Маргарита Захарова, Герман Баранов. Вести. Ульяновск. И в завершение погоды. В ближайшие сутки атмосферное давление существенно не изменится. Ожидается переменная облачность. В большинстве районов кратковременные дожди. Местами грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный и западный умеренный при грозе порывистый. Температура воздуха ночью по области от 10 до 15 градусов. В Ульяновске – 12-14. Завтра днем по области от 21 до 26 градусов тепла. В Ульяновске – 22-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова